Не плакать. Начать операцию захватов! Вперёд, вперёд! Эээ, вот этого делать не стоило. Почему? Вот такая прибавка мощности нам и нужна! Парни, это пять! Процессор Intel Core i5 с технологией TurboPost. Партнёр турнира – компания Western Digital. Друзья, дайте им 20 дней спокойно, безмашны подготовиться к Чемпионату Мира. Сыграют Чемпионат Мира, а вот там будет уже всё ясно, что с командой Na'Vi и вообще, что же там происходит. Друзья, не забывайте читать новости на Киберарене. Сегодняшняя новая зня у нас трансляция «День Польши» на нашем стриме. Я сейчас смотрю, что там пишут, друзья. Ага, ну, в принципе, пишут, пишут, машнят, я читаю комментарии. Если ко мне будут какие-то обращения, я всегда буду вам отвечать. У нас скоро начнётся игра вот-вот, но перед этим я хочу вас ещё раз ознакомить с турнирной таблицей, что у нас поменялось. Закрепились на первом месте ребята из Польши. Они сейчас, конечно, будут пытаться додавить вот в таком же духе сезон. Ну, в принципе, сейчас я вам всё и покажу. Давайте посмотрим, друзья, вот теперь уже на турнирную таблицу. Где у меня эта кнопочка? Всё время забываю. Вот она, по-моему. Да. Итак, Фраг Экзекьюторс на первом месте. На первом месте. И 11 побед, 1 поражение. USR 2, 10 побед, 3 поражения. Вот только что был третий от Фраг Экзекьюторс. Спрэйн Прэй третий от 13 матчей. Всего лишь на 3 очка отстают от USR. Четвёртая – Датчани. TCM Gaming. До сих пор они здесь на Упроблем. Скиф, если ты меня слышишь, поменяй название. Уже 4 дня прошло. 24 очка у Нупроблем. Na'Vi 21 очко. 7 побед, 1 поражение. Они могут догнать и Фикс. Могут догнать их по разнице раундов. Но им нужно играть ещё 4 матча. Керчнет. Шестые. Мим седьмые. Универсальные солдаты из Польши 8. Вот Дельтон. 14-е. Можно говорить уже, что предпоследнее. Потому что Mighty 44 нет в чемпионате. 3 победы, 8 поражений. Игра с аутсайдером. Но очень много зрителей на этом матче. Очень много фанатов команды. Наверное, фанатов. Очень много фанатов команды Natus Vincere. Но мы сейчас, в принципе, с вами и разберёмся. Друзья, не забывайте заходить на первый транслятор. Он работает. Всё с ним отлично. Вот я сейчас, кстати, проверяю на ваших экранах всё, что здесь происходит. Но вот ещё раз давайте одним глазом глянем на таблицу и поймём, что пока ничего не ясно. До последнего тура будет борьба. Ой, всё с ним отлично. До последнего тура будет борьба. И вообще всё, я думаю, будет крайне интересно в рамках Intel Challenge. У меня такое ощущение, что он 3D только что перегрузили. Я ещё раз почитаю чат. Видите ли у меня, ребята, или слышите. Ну, вроде нормально. Что с Moom? Без понятия, что с Moom? У нас начинается тем временем раунд на ножах. Вот я сейчас верну вам трансляцию на нашем экране. Вот она уже появилась. И посмотрим мы, как же сейчас фокус тут разделается. Нет, не получилось у него разделаться с игроком-потником Spiro. Na'Vi останутся в атаке. И начинается эта встреча, друзья. Ну что ж, вам удачи. Надеюсь, вы готовы к этой игре. Я уже настроен на позитивное выступление. И удачи командам сейчас будет жесть. Ну и поставлю вот громкость, чтобы мы всё слышали. И посмотрим за Na'Vi, как они сегодня на своей любимой карте. Карте, на которой в 2010 году, благодаря которой им удалось выиграть много титулов. Аркада B от Na'Vi. Просто степом вылетают B. Сегодня они будут играть просто. И они нам в первом раунде просто показывают, что они будут играть просто. Минус фокус, получает ХАЕ, минус от Зевса, минус от ХАМа. Пока что Дельта неплохо их принимает. У нас, по-моему, два игрока осталось. Это Маркелов и Есенин. Марик не попадает. Сеня делает с трудом минус. Но его быстренько добивают. Бомба ставилась. 1-0 в пользу команды из Польши. Na'Vi проигрывает первый раунд. И будут, я уверен, что будут делать сейчас волевую бай. Волевую закупку. Потому что был поставлен план. И будет что-то типа Аркада-Б. Я, по-моему, просто прочувствовал с настроением Na'Vi. Ну и, по-моему, сейчас полетят. Полетят парни. Два калаша дропнули. Три дегла будет у команды. Ну и посмотрим, куда же все-таки команда пойдет. Здесь, конечно, Сережа Старикс работает всегда в команде Na'Vi. Свинсер за ним всегда. Можно смотреть. Он к любой игре относится серьезно. Но сейчас увидим, что будет. Ну да, вот как я и говорил, можно читать даже Na'Vi по их настроению. Аркада-Б с оружием. Ну, то, что такая Аркада. Степом. Да, раскидали. Медленно зашли. Нажали паузу. Здесь застряли. Втроем как жестко их принимает РДХ с хамом. Не вышли снизу. Какой провал. Минус от Маркелова. Оказалось, все было хорошо. Дали первый минус. И сейчас легко берется раунд. Подбирается там два девайса. И все. Нет. Не все. Дельта не согласна. 2-0 в пользу польской команды. Честно, удивляют меня на эту Свинсер. Иногда вот в этих матчах. Ну, это их очки. Это их чемпионат. Это их, в принципе, личное дело. Что им делать вот в матчах Intel Challenge. Конечно, печальненько. Печальненько, что такое грустное начало в этой игре. Но я думаю, что все еще может измениться. Не будем делать поспешных выводов. И посмотрим, как же сейчас игроки Na'Vi сыграют так араунд. Можно это вот смотреть с карты. Будет врыв на мидл. Ну, и команды, конечно, я думаю... Ну, план на B немножечко все-таки зафейкует они в этом эпизоде. Но, в общем-то, суть ясна. Выход в центр четверых. Здесь принимает РДХ с кальтом. Наполучал кучу дэмэдж. 12 кп осталось. Сейчас Синя его задавит. Синя сверх-вниз свернул. И уже мог залететь в десятку. Он залетел на планте. Ставит бомбу. Тачдаун. Тачдаун. Совершен. Минус сделан. И пока 4 на 4. Но девайсов нету в руках команды Na'Vi. Минус от Синя из глоков. Пока что все фраги из глоков. Слоу-мошен на зелени. Минус от игрока Дельты. Эконометрик. Так он себе подписал. БС. Что он сделает? Сделает минус ХЕшки. План диффузится. 3-0. Но бомба была поставлена. Смотрим за первым оружейным раундом команды Natus Vincere. Ну и посмотрим, что же сейчас парни нам предложат. И что они попытаются сделать в этом матче, друзья. Ну вот параллельно у меня еще заливается на наш ютуб канал матч USRFX. Я думаю, он минут через 20-25 появится там. Ну и скоро же, соответственно, на сайте в это же время. FX Дельта уже можно посмотреть. И даже есть... Ну, в принципе, все нормально по этому матчу. Ну не забывайте пользоваться твиттером, друзья. Самое главное. Минус от Саликса. Минус от Зевса. Выход на Аплент. Пожарка. Мидл. Вверх-вниз классно вышел. Сеня на зелени. И вот сейчас очень классно разложили. Смотрим за хамом. Он в углу на зелени. Сейчас, ну, сняли его даже до того момента, как появился Есенин на зелени. И остается у нас два игрока у Дельта. РДХ в десятке. Спину поджимал. Маркелов с ВП уже делает минус. Маркелов с ВП. Маркелов везде. Марик, по-моему, разозлился. 3-1. Первый раунд для Нави в этом матче. Ну и еще одна сейчас будет попытка от Нави поломать окончательно вот сейчас экономику парням из Бенки Дельта. Да, она уже поломана, кстати. Она уже поломана. Были там куплены АВП. До этого убивались на эко-пушки. И у Диглы, и у Спы эко-раунд команды Дельта. Ну, вот так вот тоже бывает. Что у меня с мышкой происходит, я не знаю, друзья. Она иногда просто меня не слушается. В эти дни поджим зелень под флэш. Здесь убивают. Могли убить Маркелова. Старикс ему, Сережа, сейчас не помогает. Вот пришел Старикс, Калашом запилил обоих. И 5 на 3, все спокойно. Фокус проходит к Б. Сеня в центре получил хэт с Дигла. Подбирает БС его девайс. Это был АК-47. И, по-моему, наверх-вниз собирается спуститься Зевс. Нет, не собирается. На Б, слоу Б. Маркелова, Старикс передвигаются к мидлу. Их слышит, кстати, игрок сейчас БС должен был слышать, как они уходили по зелени. РДХ поджимает вверх-вниз, видимо, по этой инфе. Он поджимает их спину. Он разделил сейчас. Сплетанул игроков Na'Vi. Вот ему в спину идут двое. А он идет сам в спину двоим. Вот сейчас то раньше. Все, спалили. Спалили РДХ. Хороший тайминг для Na'Vi. И я думаю, это второй раунд в этом матче. Да, я даже не думаю. Я уверен. В этом 3-2. Террорист Вин написал нам сервер. Ну и вот сейчас посмотрим еще одну попытку от команды Na'Vi уже на девайсах играть Бенкю Дельта. Ну, карта позволяет Na'Vi. Они очень хорошо ее играют. И, честно, видно... Ну, не то, что видно. Ладно, подождем пару раундов. Но, по-моему, вот видно, что Дельта пока что на трене чувствует себя, по-моему, не в своей тарелке. Ну, давайте смотреть. Давайте смотреть за всем происходящим. Два миддла выходят у Na'Vi. Два миддла уже вышли. Здесь хам. Но он, по-моему, не понимает, что с Аликса шестом. Вышел Сеня. Жмет в обоих. Ой, как... Как зажал. Минус от Маркелова, минус от Сарикса. Сарикса вообще забил на спину. Пошел вперед. Маркелов снова два минуса делает в раунде. Снимает хэдшотом Плент. И Сперова... Вот он как раз сейчас под Стариксом. Да, Сережа. Безошибочно. Хае очень хорошее под ноги. Но, нет, за спину залетело. Зев все равно в дыму нашел там АВП команды Дельта. И это уже 3-3. И снова поломали экономику полякам Na'Vi. И снова ЭКО. Будет у команды Дельта. И вот теперь уже все раунды, экономика и все работает на Na'Vi пока что в этом матче. Пока они выигрывают. Пока они берут раунды. Так, что мне пишут? Я сейчас почитаю. Да. Ну, еще раз напомню, что, друзья, приветы во время матчев я не передаю. Так что не утруждайте себя вот попытками заспамить меня. Минус от фокуса. Здесь, кстати, еще хам. Он делает минус в Деглах. Хэдшотом снимает Есенина. Синий не везет. Пару раундов подряд он получает во голове с Дезерт Игла. Вот сейчас спокойно заходит Na'Vi на B. Вот широко пытаются играть по линиям, чтобы никого не пропустить. Все равно у соперников там слабое оружие. Поэтому можно позволить себе быть видимым. Но, по крайней мере, вот сразу не ставится. Там хэдшот с Успами убивает. Это не калаш. И потом все принимается. Главное, там никого не на план не пропустить. Нинджи Дефуз не допустить. Ну и, в принципе, видите, все хорошо. Потеряли одного с Синий вначале вот в заходе на эту точку. Друг друга режут. Ну и, по-моему, вот уже понимают Na'Vi, что Дельта не так страшны. Но сейчас увидим. Все равно нужно напрягаться. Сейчас у Дельты будут девайсы. Есть ВП у БСа. Не знаю, с чем будет действовать РДХ. Ну, тяжелая игра для Польши. Вообще, сегодня в Intel Challenge. Я уже говорил, польский день. Вот три матча с участием польских команд. Хэшки на мидл, кстати. Интересно, сработали или нет. Сейчас посмотрим. Нет, не сработали. Там сотый Маркелов и Старикс. Фокус, по-моему, уже спустился на пожарку. Сейчас. Нет, не спустился. Он принимает Б. Вот сюда Эконометрик подошел. Слышит он Старикса. Ой-ой-ой. Старикс чекает. Чуть не получил. Старикс жмет, жмет. И за ним Эдвард пошел. Сейчас увидим, где там Эдвард. Эдвард не добежал. Все-таки не догнал. Тут двое игроков польской команды. Эдвард кидает хаи. Отходит. Прошивают две стороны. Эдвард падает. Паника начинается. Прошивает под собой игрока. Здесь. Ой, какой прострел от фокуса. Это на мувик. Вот это могло. Вот таких прострелов я в последнее время не видел. Очень хорошо фокус сейчас сломанул одного из игроков. И в большинстве Анатус Винсер в туннелях Дельта боится. Не поджимает ни зелень, ни центр. Они сейчас в ожидании чуда. А вот я сейчас думаю, что в принципе агрессивная игра на трене может... Имеет право на существование, во-первых. Вот такие поджимы зелени втроем. Вот такие раунды никто не делает. И их никто не ожидает. И вот можно точно так же агрессивно. Я думаю, команды в 2011 году покажут, что будут и давить и мидл, зелень. И смотреть б. Вот я думаю, что изменится игра и на карте Детрейн. Вот, кстати, сейчас очень актуальны становятся тактики пятилетней, шестилетней давности. Вот вчера нам в Спрэйн Прэй показали, что действительно все работает. Проверено на Na'Vi. Проверено на XMIM. Не знаю, так сейчас говорить надо или нет. Проверено на команде TCM. Вчера, конечно, веселый день был. Советую тем, кто не видел матча в Спрэйн Прэй, посмотреть их в повторе. Там еще последний матч успел там с горем пополам прокомментировать Каспер. К сожалению, у него что-то с компьютером случилось, но матч есть. Можете посмотреть и матч TCM с Прэйн Прэйн. Ну что ж, 4-3. 5-3, точнее, уже в пользу Na'Vi. У команды из Польши вот после такого неплохого начала этой игры уже ничего не получается. Не могут они выиграть у Na'Vi на девайсах. Ну а у Na'Vi идет игра, но все равно, по-моему, у команды особо сейчас жестко как-то не напрягаются. Да, играют от скилла, скилл позволяет. Ну и вот Дельта. Дельта не самая страшная... Наверное, не самый страшный соперник. Двое в центр. Сарик снова выходит, занимает за шестым позицию. Сеня, зелень. Можно включать Маркелова и смотреть сейчас тир и отстрел, который может быть на пленте. Вот как Сёрклом он проверил плент. Вот он был! Не увидел Маркелов. Вот и снова вышел с Пэра, его минусует. Но Эконометрик дал два минуса. И он пока что жив, где-то в районе зелени, с Фамосом, там носится. И спину поджали. Маркелов в воздухе снимает БС. Бомбки с бинплентом. Здесь Зевс не должен ошибиться. Но у него очень мало ХП. Он уходит в мидл. И остается один. Получает ХАЕ сюда. И четвертый раунд для команды Дельта. Ну, как бы, знаете, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Но все равно Na'Vi, я думаю, наберут преимущество. Сейчас такой спокойный был раунд. Просто вовремя не ожидал там Маркелов, конечно. Вовремя не посмотрел на пожарку. Ну, пытался долго снять плент. Но, как бы, не его вина в этом. И давайте продолжать следить за этим матчем. Пока все в пользу Natus Wincer. Но, вот мы вспоминаем предыдущую игру. Вот, когда FX вроде бы проигрывали. Да, и СССР казалось бы, что все, Худ сейчас дожмет, обыграет, поломает. Но нет. Этого не случилось. И мы увидели, как поляки сделали камбэк. Надо не расслабляться до конца. И все будет хорошо. Так, друзья, из каких-то там... Веселых сообщений, последних новостей. Уже по всему миру уже прокатилась эта новость. Что, конечно же, игрок под ником Адрен вместе со своей командой будет играть в Киеве на Асусе. Это вот добавит интриги. Что же там казахи. Они вообще очень интересные. Интересная команда. Интересные люди. И всегда добавляют интриги в чемпионаты. Смотрите, Сперу близко наверх-вниз. Он услышит, как будет отбираться бомба. И, наверное, прочитается выход. Но есть плюс один игрок для Адрес Винсер. Ну и вот, я думаю, все, конечно, сейчас в интернете вот в эти секунды, кто не прочитал, многие сейчас следят за тем, ох, как неплохо убивают Нави, что команда МИМ может отказаться, сама команда российская может отказаться от клана МИМ. Ну, я, честно, много слышал разговоров. Очень много общался с Нирваной на чемпионате на ЕМИ. И до этого нас все, точнее, нас все за неделю не приезжали. И, конечно, там на что жаловался, в принципе, в первую очередь, Нирвана. То, что не такая уж крутая поддержка от организации МИМ. И не все так сладко, как хотелось бы. Минус от Старикса, минус от Фокуса. Я просто спокойно очень прокомментировал этот раунд. Вы видели, что все было снова под контролем НАТО с Винсер. Все сегодня попадают. И это, конечно, не может не радовать украинских фанатов. Но не только украинских фанатов команды НАТО с Винсер. Шестой раунд. Они только что выиграли. Ну, в принципе, я думаю, то, что МИМ не МИМ, это никак не повлияет на игру команды. Я уверен, что все будет хорошо. Там в России должны найтись спонсоры, которые могут помочь команде. И только сделают лучше. Потому что если МИМ останавливает команду, то зачем МИМ нужны тогда? Пусть команда развивается. Пусть команда ездит на чемпионат. А я думаю, что вопрос стал ребром вот этого момента, когда МИМ, видимо, не полностью... Ну, я-то, это мои догадки. Что, видимо, не полностью оплатили. Либо сказали, что ребятам с проблемой с деньгами на ЕМ, там, поедете за свой счет. Ну, и, соответственно, наверное, с этого и началось. Но это мои догадки. Но я думаю, что все это связано с Sintel X3 Masters. И с тем, что там происходит. И это чисто ультиматум от менеджеров команды. От менеджеров, ну, именно игроков от пятерых. Эко-раунд дельты заканчивается очень быстро. Седьмой раунд выигрывает Na'Vi. Ну, и вот сейчас финишная прямая первой половины. Na'Vi могут просто додавить. И, по-моему, снова будет выход middle. Нет, отфлэшивает здесь их хам. Вместе с РДХ. РДХ контролит по-прежнему десятку. Ну, и БС пошел на поджим. БС пошел на поджим, потому что уже нужно что-то пробовать. Уже нужно играть агрессивно. Кстати, прошлый год. Чем запомнился на трене? Это, наверное, в 2010-е можно записать как поджимы диффенса. Вот по этому тоннелю с бетом. Их очень много было. Очень много игроков играли вплотную, агрессивно. Ну, и изменился немножечко стиль. Но то ли еще будет. Чемпионат мира покажет нам, я уверен, много новых и жестких тактик. Ну, пока, вот видите, после размена у Na'Vi не очень получается сейчас что-то сделать в этом раунде. Вот Сеня пошел на зелень. Комбинируют, халдят, выжидают. Все правильно. Zeus Middle чекает у него бомба. Фокус с Маркиловым возле пожарки. Дают флэш близко на Б. Ждали поджим. Ну, его уже здесь нет. И будут, наверное, через Маркилова пробивать. Либо снизу выпрыгнет, либо сверху Марик и будет распечатывать точку Б. Сеня на зелени. Zeus Middle. У Дельты, посмотрите, вплотную Хам вверх-вниз смотрит. И, кстати, он может сейчас зарешать. Сейчас глянем. Хорошая позиция. Ну, такая. Она довольно спорная. Хорошая позиция на минус одного игрока. Если выходит больше, чем один, то это уже проблема. Zeus Middle убивает. Сперо. И вот минус от Хама. А, тут был Марикс и ВП. Видите, если было два калаша, то Хам бы не выжил даже после первого выстрела. Но вот Сперо еще принял Сеню на зелени. И 7-5. Все-таки не сдаются. Польская команда играет. Но правильно. Они, конечно, спортсмены. Хоть и кибер, но все-таки спортсмены. И спортивная злость у них должна присутствовать. И я уверен, что она существует. Существует. 7-5. 7-5. Получится что-то у Дельты. Мы сейчас увидим. Ну, что они делают? Вплотную снова будут занимать позиции. Вот, кстати, на ЕМе очень много команд играло раунды при держании всех позиций близко. То есть из-за трансформатора центр. Пожарка вплотную. Зелень там очень агрессивно через подсадки. И плотно близко работали многие игроки. Ух ты! Минус 2 от НАВИ. Под крышей эконометрик. Вот снимут его или нет. Вот он сейчас делает один минус кальта. Смотрит зелень. Получает от Есенина. И как бы 2 на 2. Марикс и ВП очень нужный фраг. Остается БС. Что он будет делать? Его сейчас Марик из десятки будет контролить. Даже не из десятки. Видите, Марик попадает. Попадает Маркелов. И простреливает через 2 вагона вообще. С соперника своего. Через 1 точно. И берет 8 раунд для НАВИ. Ну, спокойная игра. Все-таки вот сегодня должен был, если честно, могу вам сказать. Я думаю, многие видели на Киберарене. Вот открытый был матч НАВИ и ФИКС. Но команда НАВИ захотела его перенести. Сделали перенос на эту игру. Видимо, все-таки еще не готовы к такому матчу. Это будет такая довольно серьезная заруба. И, видимо, парни не захотели лишний раз терять очки. А сыграть эту встречу уже после того, как начнутся тренировки. Они, наверное... А, кстати, тренировки, по идее, по расписанию, у них должны начинаться с сегодняшнего. Сегодня либо завтра. Честно, точно подробностей всех в рядах НАВИ я не знаю. Но за многим слежу. Минус от Сарикса. Деглы. Деглы у команды... Даже у СПУ есть у команды Дельта. Они сливают. Сейчас спокойно НАВИ их отстреливают. Минус от Дани Зевса. Он уже в десятке. Пропрыгнул их ЛТВ. Хам уже поджимает СБ. И здесь его ждет Эдвард Фокус. Вот включу сейчас в МВХ. Увидим. Увидим. Ну, вот так вот работает Фокус. Очень неплохо зажимает. И уже 9-5 в пользу НАТО Свинсер. Счет в этом матче. Отличный Контур Страйк. Ну, не то, что там отличный, да. Спокойный Контур Страйк. Демонстрирует НАВИ для своих фанатов. И очень плотно по всем параметрам пока переиграют Дельта. Увидим, что будет во второй половине. Может быть, польская команда будет настроена на игру. И будет какая-то сумасшедшая. Сумасшедший камбэк. Ну, честно, слабо верится. Двое зелени. Эконометрик вместе с Сперо. Делают подсадку. Ну, пока слепые, по-моему. Что-то голова, наверное, скользкая. Намазал чем-то. 5 или 6 прыжков пытался делать Сперо. Вот прежде чем его... А, не Сперо, а его тиммейт. Прежде чем его подсадили. Ну, и сразу дали ему по голове. Капитан команды НАВИ вышел. И дал в лоб эконометрику. Вот меньше считать будет экономику. Смотрим за Маркелом. Он уже наверху-вниз. Вот его снова никто не прикрывает. Здесь хам спиной. Минус от Маркелова. Рисковал. Принимал десятку. Сеня минус делает. И спокойно сейчас НАВИ должны дожать. Там, правда, БС поджал с Б. Уже даже так, что Аштеромский Рейл. Дошел уже в спину фокусу. Может зайти. Но Ваня по таймингу... Нет, не ждет. Не ждет. Привет, дружище. Как не попадал еще БС. Было бы смешно, если бы получил вот такой хедшот от Вани. Ну, правда, не с ВП, а с Калаша. Ну, все спокойно. 10-5 в Багдаде. Все спокойно. И смена сторон. Если НАВИ сейчас не проверяют пистолеты, то, я думаю, 6-0 в команде Дельта обеспечено. Я ничего... Хочу говорить плохого про эту команду. Но видно, что НАВИ сильнее. Ну, и Дельте нужно чуть больше тренироваться. Все-таки иногда их игра не до конца профессиональна. Вот много таких команд вообще. У нас профессиональных-то команд буквально сейчас в стране, я не знаю, по пальцам пересчитать. Там НАТО, Свинсер, МИМ. Их две там в нескольких странах. Ну, остальные там, ЮССР, там пытаются, вот, наверное, к тому титулу профессиональной команды прийти. Ну, узнаем. По-моему, ЮССР, кстати, там тоже все нормально сейчас будет. И они еще дадут о себе знать. Ну, и, в принципе, Иран Вилл там вроде тренируется неплохо у нас. Так, минус от фокуса. Вот Пистол Кинг уже печатает своих врагов. У него 49 остается. Зелень выходит. Три игрока Дельты в бане. Видит соперника. И какой-то маньяк мне начинает звонить. И вот сейчас он будет просто заблокирован и уничтожен. Да, все спокойно. Вот вы видите. НАВИ, НАВИ вообще великолепно. Фокус, минут четыре. Вот чего ждали от Эдварда. Пистол Кинг. Такой титул он получил. На сайте HLTV.org. И, в принципе, наверное, во всем Counter-Strike мире. После 2010 года. И, я думаю, многим ему помог вот тот самый момент против Fnatic. Легендарный на карте Tuscan. Лучший фраг признанный в 2010 году. Когда он делает пять хедшотов с Успа. Ну, это было не единственное его достижение. Он во всех мощных играх сильными соперниками всегда отличался на пистолетах. И, вот, очередное тому подтверждение. Один истер раунд для команды Natus Vincere. Нет, сегодня как-то тихо. Да, вот если вчера с самого начала какой-то ажиотаж был вокруг матча со Spray and Prey. И в воздухе вот была такая атмосфера, что сейчас с Na'Vi что-то случится. То сегодня вот как-то мы чисто смотрим на всякий случай матч. То есть, может быть, да. А может быть сейчас Na'Vi опять поиграют. Но нет, они не проиграют. Фокус 8-0 уже после двух раундов. Его статистика, это, по-моему, даже без диффуза. Вот 4 плюс 4 он сейчас сыграл. Нет, диффуз был. И 2-0. В второй половине 12 общих раундов у команды Na'Vi. Нет, спокойно. Они играют. Все четко. Смотрим на карту. Что делает Delta? Снова опять тоннель. Есть девайсы. Но один точно есть. Я думаю, остальных там тоже что-то припаслось. Либо через один калаш. Да на тебе! Ой, ребята из Польши думают, ну что ж такое? ВХ. АЕшка прям под ноги. 69-69. Загадочная цифра. Сперра 19. Начинается перестрел с Зевсом. Зевс уходит из девятки. Там Сережа Старикс есть. Минус от Старикса. Он уже хелпует. Дым. Два дыма низ. Низ выходит. Сейчас зажмет этот Сережа. Он спиной идет близко на контакт. Топчется. Врезается. В РДХ, к сожалению. Сейчас к нему прилетит граната. Если раньше его не минуснут. Вот она, ХАЕшка полетела. Нет, это была не ХАЕшка, походу. Был флэш. Сперра остается за собакой. Но вот Зевс его сейчас должен найти. Ослепили Зевса. Вот она, ХАЕ от Маркелова. Минус Сперра. Иконометрик. Минус от Синевича. Все четко. Вливая закупка остановлена. 13 раундов у Натус Винсер. И заканчиваются деньги у польской команды. Они должны играть еще один экраунд. Так, ну, давайте проверим. Да, действительно, это так. Так, деглы. Ну, и, наверное, уже снова. Снова какой-то быстрый раунд будет. Иконометрик в Мидл заходит. Четыре игрока на Зелень идет. Команда Дельта. Вот минус Иконометрик. Сразу он туда еще ХАЕ скушал одну. Под ноги получил. И Зелень. Флэш. Ну, а тут, наверное, включим Есенина. И Старикс вместе с Есенин. И Эдвард втроем принимают. Уже Зелень. Минус три от Старикс. Минус четыре покера от Старикса. Для одного хэдшота. Да и не важно. Главное, что четыре минуса Сережа сделал. И уже добыл вместе с своей командой 14 раунд в этом матче. Для себя я уже начинаю прикидывать, что будет у Na'Vi после этой игры. Я сейчас, друзья, смотрю на сайт. Смотрю на сайт. Что там пишут. Сейчас обновлю таблицу. И просто добавим Na'Vi. Шесть очков. 24. Догонят они датскую команду TCM. Но не обойдут. По-прежнему останутся на своей пятой строчке в чемпионате. Ну и не забывайте, у Na'Vi уже есть одно поражение. Проиграли они команде Spray and Pray. Три зелень. Есенин в лоб принимает своих соперников. Так тоже вот сейчас нужно проверять, наверное. Если вот нету установки не палиться на зеленью, то лучше выходить, проверять подсадку. При фаером дергать. Ой-ой-ой. Как играют сейчас с Дельтом? Минус два они делают. Фокус принимает одного. Вот СВП РДХ играет наверх-вниз. Фокус под крышей может сейчас исправить ситуацию. Вот тут дым. Он очень много пульс сейчас выстрелил. Но в дым нашил. Там Дхама уходит на крышу. Там же зарелоудится. Вот его сейчас БС пытается найти под крышей. РДХ уже на крыше ждет. Зевс десятки. Фокус прячется. Точнее он только что дернул ОВП. И вынудил выстрелить. Посмотрите. Дания просто на планте. Нашел одного игрока. Минус от Дани. Минус БС. Зевс. Зевс сегодня тоже хорошо очень играет. Капитан команды ES. Остается у нас одно ОВП. И Na'Vi приблизительно знает, что оно здесь. Вот Дания просто пришел и добил. 5-0. Чет второй половины. 15 раундов в активе команды Na'Vi. Тройное преимущество. Трипл. Просто доминейшн. И всего лишь один раунд до победы. И у команды есть 10 матч-поинтов. Я думаю сейчас уже все понимают. Все понимают, что Na'Vi уже. Ну я думаю их ничто не остановит. И ничто не заберет победу. Минус от фокуса. Минус от Маркелова. Минус от Маркелова. Марик как через вагоны. Классно попадает. И еще минус от Маркелова. Просто раздробил команд Дельта. С ВП 6-0. И видно, что Na'Vi решили вот после вчерашней игры собраться. Поражения идут на пользу. Даже вот когда команда понимает, что это было там. Ну ничего страшного. Одну игру проиграли. Мы можем проиграть. То есть нам ничего не грозит пока что в лиге. Немного расслабились. Без тренировок были парни. Все это накопилось. Ну и Spray and Prey. Конечно вот я не буду там списывать вот на вчерашнее поражение Na'Vi. Там то, что Na'Vi так плохо играли. Вчера очень хорошо играли Spray and Prey в первую очередь. И я думаю многие могут со мной согласиться. Друзья, буквально на секунду остановлю ретранслятор, чтобы остановить запись. Остановлю первый и сразу вернусь.